Добрый день! Я Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня речь пойдет о ландшафте в ландшафтном дизайне. Расскажу, что это такое, каким может быть ваш ландшафт и что с этим делать. Что такое ландшафтный дизайн? Это понятие все слышали, все знают, но конкретно, что такое ландшафт, в основном в своем понятии, это изменение высот, перепад высот, какие-то рельефы на территории. Каким может быть ландшафт? Когда приобретается участок, большинство выбирают участок с ровным ландшафтом, чтобы территория была абсолютно прямая, как можно максимально ровная. Многие не любят перепады высот и какие-то изменения в ландшафт. Допустим, на горе поставить дом и задекорировать саму территорию. Предпочитают ровный ландшафт, ровную территорию, якобы с ней меньше проблем в оформлении, но это не всегда так. Если у вас есть на вашей территории какой-то уклон, перепад высот, это может сыграть вам плюс. Многим мне нравится работать с перепадами высот, с территориями, где есть какой-либо уклон. И они стараются максимально выровнять свой участок. Привозят достаточно большое количество кубометров земли, завозят, платят за землю. И завозят, встречались объекты, на которых уровень земли поднимают чуть ли не на половину забора, высоты забора. Решая таким образом проблему, если это можно выразиться проблемой ландшафта самого, самой неровной территории, возможно, вы можете приобрести дополнительные проблемы в том плане, что где-то могут образовываться лужи, застаиваться вода, если нет естественного оттока, придется дополнительно вкладываться в коммуникацию, в инженерное благоустройство, а именно делать стоки, отвод воды, дренажные системы. Сегодня я покажу вам один из очень простых примеров, как был решен вопрос именно с ландшафтом, с уклоном, достаточно большим. И, на мой взгляд, очень здорово получилось. Изменение высот, как вы видите, начинается уже отсюда. Сейчас мы подойдем поближе. Решение было очень простое. Организованы подпорные стенки небольшие. Здесь, на самом высоком месте, буквально в два уровня организована подпорная стеночка. Сами подпорные стенки сантиметров 20, то есть они декоративного назначения больше даже. И загазонено. Очень аккуратно, красиво, просто постелен только газон, ничего больше. И посмотрите, как это выглядит. Отлично, замечательное решение, считаю. То есть был сохранен естественный ландшафт природный и задекорирован, улучшен. Напишите, как вам такое решение. Это самое простое, на мой взгляд, бюджетное. Вот таким образом был решен вопрос по ландшафту, по изменению перепада высот. Максимально вот здесь еще верхняя, смотрите. Верхняя. Здесь вот тоже высажен газон сверху и там пальмы уже декоративные. Так как здесь нет никаких дополнительных растений на самом газоне, никаких цветов, то уход достаточно простой за этим газоном. Он не занимает много времени и каких-то вложений. Мне интересно знать ваше мнение, что вы больше предпочитаете. Оставлять территорию в естественном ландшафте, в каком-то природном, либо выравнивать ее. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А с вами была Георгиевская Татьяна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я вам желаю красивых, ухоженных территорий и отличного ландшафта. Пока-пока!